Прошлых воплощений? Не прошлых воплощений, хотя бы просто прикоснуться к такому вот именно пониманию, чувствованию того, что жизни было много. Может быть воплощение, может быть что-то другое, я не знаю, у меня такого опыта нет. Мы это делаем, погружаем любого человека, мы можем погрузить и он сам может посмотреть. Таких практик я это делаю. Есть у нашей, так скажем, сотрудники, наши люди, мы это делаем. Но это нужно ли человеку? Если у вас сейчас отсутствует эта информация, поверьте, это для вашего блага. Все, что сейчас вам не дано, это только для вашего блага. И это ваш выбор. Как раз таки выбор тот, когда вы еще были дома. Сейчас вы в гостях находитесь? Это может быть моим выбором и моим поиском этого опыта? Конечно, может быть. То есть это возможно не надо? Конечно, но к этому нужно быть готовым. Вот есть растение силы, да? Есть опыт через растения силы. Это же тоже просмотр, в том числе этого, да? Что вы себе там какие-то задачи поставили, вы это будете смотреть под Айваско, там под какими-то растениями силы. Вот наша традиция категорически против всех растений силы. Я тоже против них. К тому же мы умеем в эти состояния входить и без всяких растений силы. Это гораздо более экологичнее. Или мы расслабляем психику при помощи алкоголя или наркотиков, да? Но если мы знаем, что такое медитация, хотя бы немного, нам это уже не нужно, потому что зачем нам нужен алкоголь или наркотики? Те, в первую очередь, чем приезжают? Расслабляет психику, да, человеку хорошо стало. Вот он так в жизни не может расслабиться, у него хватка настолько сжата, он вроде и хотел бы, а он не может. Алкоголь, рюмочку выпил, вроде все, легко стало, хорошо, психика расслабляется. То же самое можно глубже пойти. При помощи очень серьезных практик, передачи из глубин веков, это все можно делать, смотреть. Но человек, во-первых, должен быть к этому готов, во-вторых, как мы сами можем входить в это состояние, мы можем и погрузить.